И вот проблемы жителей подмосковной Балашихи, о которой президенту рассказала одна из активисток на селе Герри, сегодня неожиданно решилась. Как только о проблеме узнал Владимир Путин, чиновники отреагировали через несколько минут. Репортаж Екатерины Мироновой. Вот они, те самые аварийные дома. Жители Балашихи называют их долиной нищих. Строили пленные немцы более 60 лет назад. Возводили как временное жилье. В домах нет ни фундамента, ни подвалов. Седьмой и восьмой дома Центральной объединенной военной базы – это коммуналки. Одна кухня на этаж, два туалета и ванная комната. Правда, помыться удается с трудом. Посмотрите, куда начинает уходить вода. Трубы настолько прогнили, что вода льется прямо под дом. Там уже болото. Отсюда сырость и гниль. Ванна со второго этажа вполне может упасть к нам, потому что все обвалилось. Деревянное перекрытие в любой момент может не выдержать. Стены в трещинах, мебель проваливается. Несколько месяцев назад в одной из комнат рухнул потолок. На втором этаже во времени погоды дождь заливает квартиры. Вся крыша дырявая. Жители вынуждены спасаться от осадков с помощью различных тазиков. Гнилые трубы, опасная электропроводка. От трещин, дыр, плесени и грибков на домах нет живого места. Те, кто еще не заработал здесь туберкулез, больны бронхиальной астмой. А врачи, когда приходят к нам сюда в дом, говорят, что мы просто смертники раз здесь живем. 30-летняя скрипачка Екатерина Ровенская 13 лет назад стала председателем инициативной группы жильцов. Все это время рассказывает чиновникам о невыносимых условиях. С 2000-го из администрации разных уровней пришли целые тома одинаковых ответов. Ждите, на переселение денег нет. Говорит, на селе Гер ехала специально, чтобы разорвать этот замкнутый круг. Вчерашнее обращение к президенту, это был наш последний шанс. Последний шанс 85 семей на достойную жизнь. До этого мы прошли все инстанции, обращались ко всем чиновникам, получали отписки. Уже через несколько минут после обращения председателю инициативной группы позвонил временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. Мы отреагируем на ваше обращение и в этом году оформим кредит и предоставим жилье. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Мы очень на это надеемся. После этого в аварийных балашихинских домах срочно побывали представители городской власти. Посмотрели, долго говорили с жителями и подтвердили, что администрация возьмет кредит на 300 миллионов рублей. Ключи от нового жилья люди получат уже в сентябре. Это история со счастливым концом. Но в России до сих пор в аварийных условиях живут более 700 тысяч человек. Екатерина Миронова, Владимир Мясников, Вести. Продолжение следует...